Господь, Дух Святой, Руководитый Мой, Товерный быть не до конца. Быть побеждающим, Христа встречающим, Просе небесно поверься. Быть побеждающим, Христа встречающим, Просе небесно поверься. Слава Богу. Просе небесно поверься. Но мы споем наш любимый день с именем 2 стиха 464 номер Мой дом и я служить. Мой дом и я служить хотим, Тебе, Христос, решат намут. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. У Бога, Боги, поступка всех, Мы самому пример для тех, С которыми я должен жить, С которыми должен я любить. С которыми я должен жить, С которыми должен я любить. Мне еще очень нравится последний куплет, Который мы всегда пели. Он очень важный. Тоже о семье и тоже говорится о том, Что в жизни нашей семья это большая жертва. Я хочу прочитать текст, который записан в книге Псалтир, 33-й Псалом, 12-го стиха. Придите, дети, послушайте меня. Страну Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит видовое действие, Чтобы их видеть в благах? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, и ищи мира, И следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, И куши его, Бог у них на них занимает. Вот и естественность, она немножко смущает. Я встречал людей, которые очень переживали, Что у них уже 10 лет нет детей. Вот интересная картина. Они приходят к пастырям и говорят, братья, Когда пастыль молился над нами, на свадьбе, Он не молился, чтобы Бог дал нам детей. И помолитесь, пожалуйста. Другая семья говорит, Когда пастыр молился, Он молился, чтобы Бог дал детей нам, Говорит, Господи, пошли им сыновей, И закашлялся, На теле ничего не сказал, У нас уже 6 мальчиков. И, знаете, так интересно смотришь, Как кажется, ну, как бы и смешно, Как бы, ну, при чем здесь это у другого? Как будто вообще, ну, что, Пасха зависит. Вот. Но иногда вот, Когда что-то происходит в нашей жизни, Оказывается, даже вот эти мелочи Замечают те, кто просит бодестарей. Оказывается, даже вот такое слово, Ну, по всем имеет значение. Я хочу сказать вам, Ваня, Лена, Очень многое значит, Очень большое благословение От того, Правда, что мы просим. Тема ожидания. Что, по сути, мы влаживаем, Вот мы пришли просить благословение, Так? Вы просите благословение. Что вы называете благословением? Очень многие люди, Нина, сего, они, Я думаю, что просто Вы правильно понимаете благословение. Совершенно неправильно представляете себе, Что такое настоящая жизнь на земле. Именно поэтому Бог, Как-то, по-миному, Корректирует наше понимание. Я вчера был в центре, Валарии, И имел беседу с этими людьми, Которые уже сделали много ошибок. Мы говорили с ними о том, Что все, что делает Бог в первоставном виде, Это очень хорошо. Но вот, когда человек Многое сделает зла, греха, То потом, кажется, нет выхода, Нет никаких реальности, Чтобы что-то изменить. Ведь уже нагрешил. Знаете, даже в этом случае, Даже в тех вопросах, Если человек придерживается принципов Писания, Принципов Евангелия, Божьих принципов, И в этом случае есть выход, Есть решение, Которое Бог предлагает человеку. И один молодой человек спрашивает, А какие принципы, О чем речь? Вот что нужно исполнять, Чтобы все-таки Что-то изменилось в этой жизни? Я хочу сказать всем, В том тексте, Что мы прочитали, Есть очень много принципов, Которые вы можете воспитывать Вашу дочь, Ваня, Лена. Посмотрите, Так говорит отец. И хорошо, Когда вы как отец, мать, Эти же слова можете сказать, Придите, дети, Послушайте меня, Страху Господню Научу вас. Скажите, Видите, Когда вот молодежь сидит, Или молодежь в Доме Божьем находится, Имеет ли она страх Божий Или не имеет? Это важно для вас, родители, Или нет? Замечаем ли мы вот этот момент, Научили бы ли мы наших детей Страху Господню? Это очень важный вопрос, Это очень важная картина, А что значит иметь страх Божий? Вот здесь два таких совета, Вот 14 и 15 стих, Удерживай язык свой от зла, Устатка важных вещей, Или 15 стих, Уклоняйся от зла. Вот, если посмотреть По принципу, Который Бог определяет, Да и Бог научает нас, И нам кажется, Вот страх Божий, Это какая-то особая наградность, Это какие-то особые там, Такие вот научения. Знаете, люди очень многие Внешне превражаются, И внешне неплохо выглядят. Не зря Христос осуждал фарисейство. Не зря Христос осуждал законничество. Потому что в этом и есть большой смысл. Вот, говорит, гробы окрашены. Нет внутри вас ничего живого, гниль. Вот, Господь, не то, что это Не важно внешне, Сейчас не в этом же вопрос, А важно, что внутри не ловится. Очень важно, чтобы Когда мы воспитываем своих детей, Я думаю, что в первую очередь, Они сами имели страх Божий. Можем ли мы передать нашим детям Страх Божий, если у нас его нет? Откуда они будут знать, Что такое страх Божий? Откуда они будут знать, Лена, Что такое уважение мужа, Обращение, ну, скажем так, Отцу, допустим, Чтобы править отлиться, Если жена не совсем уважает Божий. Они же не могут видеть, Что значит уважать, да? То есть, если нет страха Божий у родителей, Вот, очень многие родители Ведут себе так, И много таких простых вещей, Что естественно, то не безобразно. И многие вещи применяют естественно, Но есть вещи, которые естественно В доме или в спальне, Неестественно в присутствии других людей. То, что естественно, Может быть в магазине, То неестественно в доме Божьем. Вот много-много всего В зависимости от того, Где же естественность. То, что мы сможем Или должны показать в своей семье, То естественно, Нигде другому не научат наших детей. Удерживая язык своих зла, Устасные от коварных речей. Очень простые принципы. И мы говорили с этими ребятами В эфир центре о том, Что, ну элементарно, Да? Упрощайки прощены будут. Или уметь мириться, да? Уметь мириться своим соперником. То есть, Библия, она не ставит нам Высоких стандартов непостижимых. Библия научит нас начинать Буквы А. Япно, когда идти, Чтобы возрастать в вере, В познании Господа, Чтобы возрастать в понимании, Что такое Бог, И как нам нужно себя преднести. Потому что страху Божию Можно учить только когда? Когда ты сам понимаешь, Что такое страх Божий. Когда ты не говоришь, Что оскорбляет другого, Когда ты ведешь себя то, Что может противоречить духу Писания, Когда ты ведешь себя соответственно в обществе, И это, я бы сказал, благословение, Это общество. Это имеет свой смысл. Поэтому хотелось бы пожелать вам, Дорогие друзья, Что ваша дочь, Суфина, Самые, знаете, вот, Первые дни жизни. Говорят, что, Когда мать еще носит ребенка, То этот ребенок, Во-первых, Получает физическое здоровье В зависимости от увлечений матью. Если мать любевает, Это сказывается. Если мать пуль, Это влияет на здоровье. Вот. Если мать, там, допустим, Слушает друг музыку, Ребенок себя плохо ведет. То есть, простые вещи, Не влияют на физические состояния ребенка. Точно так. С первых дней жизни. Если ребенок, Ваше мнение будет воспитываться В духе мира, Любви, Взаимопонимания родителей. Он будет понимать, Что это правильно. Так должно быть. Поэтому имейте страх Божий. И передавайте этот страх Божий Вашей дочери. А Бог благословит. И Бог услышит ваше желание. Бог поможет вам Самим удерживать язык свой. Устаться от коварных слов. Уклоняться от зла. И они будут видеть, Как это нужно делать. Знаете, практика Христианская жизнь, Она очень важная практика. Когда мы ведем себя соответственно. Когда мы поступаем соответственно. И это стает частью благословения. Почему? Люди мира сего. Они видят, Как мы живем. И они видят в нас Христа. Так должно быть. Наши дети. Почему они С одной стороны Называются Дети Ведущих Водителей. Девернцы. С одной стороны Мне очень не нравится. Я не считаю себя Девернцем. Хотя я вырос В христианской семье. Но очень неприятно Когда эти дети Стоят в ведущих. Когда они с малых лет Начинают познавать Бога. Когда они с малых лет Начинают верить Богу. Когда они с малых лет Видят практику, Что мы молимся И Бог отвечает. Мы просим И Бог слышит. Бог наслышащий. Бог живой. Бог нянет. И только тогда Можно говорить о том, Что Бог благословляет. Когда мы сами Показываем этого Бога. Мы сами не просто Формально Знаете, вот как вот Пришли там Крестили ребенка И пришли Можно ли у вас Церковь попросить благословение? Можно. Но если вы родители Не будете являть тот свет Не будете являть Христовым Пример такой Что это для ребенка Какой он будет? Это просто формальность А благословение Это когда Мы просим Бога Мы являемся Мы послушны Богу И вот это послушать На жизнь На жизнь Это самое лучшее Пробие Что может быть В жизни в нашей Поэтому я хотел бы Чтобы народ Божий Церковь Христова Сейчас поднялась на ногу Поэтому Мы станем Братья и сестры Я хочу Прочитать слова Благословения На эту семью Потому что мы верим Действительно Что Бог Благословит И сыновей И дочерей Бог Благословит И благословение Божие Они приносят Они обогащают И печали Не приносят Поэтому мы призываем Имя Господа На эту Маленькую Софию Да Благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Софию Да Президит На Тебя Господь Светлый лицем Своим И помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своим И даст Тебе мир Аминь Аминь Мы будем молиться Братья и сестры И помолиться И Елена И Иоанна И Яна И Елена Продолжение следует... 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 Продолжение следует...